Друзья, день добрый! В сегодняшнем видеоуроке я хочу рассказать о такой насущной проблеме, насущной теме, как смена дизайнов для интернет-магазина на движке PrestaShop. Громадным плюсом такой платформы интернет-магазина является достаточно легкая возможность сменить внешний вид магазина, сменить дизайн. То есть помимо дефолтного дизайна, который поставляется непосредственно с инсталлятором движка, с инсталлятором интернет-магазина, вы можете найти либо бесплатные, либо платные дизайны, которые можете инсталлировать в свою систему и ваш магазин начнет выглядеть совершенно по-другому. То есть если сравнить два магазина с разными дизайнами, то в принципе можно подумать, что это принципиально разный вообще тип магазинов, хотя на самом деле внутренность у него одна и та же, то есть движок один и тот же, а просто, грубо говоря, у него поменяна шкурка. То есть вот для примера, например, один из бесплатных дизайнов PrestaShop существует масса платных вариантов, как на заграничных сайтах, в заграничных интернет-магазинах, так и в русскоязычных интернет-магазинах продаются вполне и вполне профессиональные дизайны. Я для примера здесь вот несколько вариантов подборку привел, то есть таких вот дизайнов выглядят просто шикарно, некоторые дизайны, то есть можно подобрать тематику, то есть дизайнов сотни и тысячи, можно подобрать тематику непосредственно к вашему магазину, например, вот магазин, где продаются различные табачные изделия, да, посмотрите, как оригинально оформлен, подобраны цвета, то есть внешний вид магазина, ну, кардинально отличается, да, от вот этого, да, вот. Вот интернет-магазин оружие, то есть опять же, у него свое оформление, свои какие-то фишечки есть, то есть могут быть какие-то вот слайдеры, да, вот интернет-магазин продажи различных теннисных аксессуаров, то есть стоит слайдер, какие-то выпадающие, всплывающие меню, то есть каждый дизайн оформляется иногда в кардинальных отличиях от предыдущего дизайна. Так вот, смена этих дизайнов реализована достаточно просто, то есть можно сказать user-friendly, да, то есть пользователь, то есть администратор магазина загружает дизайн через админ-панель своего магазина и фактически там кликом, кликая несколько раз мышкой, дизайн этот устанавливается, активируется и магазин приобретает новый вид, фактически новые цвета играют. Но здесь есть небольшой нюанс. Смена дизайнов в Престашопе идет не так гладко, как, например, вот на платформе для блогов WordPress, да, то есть там тоже аналогичная система, можно сменить дизайн, загрузив его через админ-панель и смена и установка, можно это производить хоть несколько раз в день, да, смену этих дизайнов. В Престашопе немножко сложнее. В принципе, если ставить дизайн на дефолтный, ну, заново установленный магазин, вот имеет вот такой вот простенький достаточно дизайн. Если ставить новый дизайн на ново установленный магазин, на вот этот первичный дизайн, то, скажем так, в 99% случаев у вас пройдет все нормально. То есть новый дизайн установится, все пройдет окей, все будет работать. Но если для примера вы перепробуете несколько дизайнов, да, то есть загрузите один, потом он вам не понравится, вы инсталируете другой дизайн, он вам не понравится, инсталируете третий и попытаетесь перейти к предыдущему через админ-панель, так как это, в принципе, это переключение возможно, то в конце концов, опять же, скажем, с вероятностью 90% вы получите некую мешанину. Мешанину из обрывков дизайна. Для примера я могу сейчас показать вам, да, как это примерно выглядит, то есть вот здесь у меня установлен дизайн, я перехожу в раздел, где можно сменить дизайны, вот шаблоны. Видите, здесь вот уже есть несколько предустановленных дизайнов, то есть это мои попытки, пробы что-то менять, и я попытаюсь вернуться к самому первому дефолтному дизайну, да, это делается просто выбором и сохранением. Теперь, если я обновляю, делаю F5, да, чтобы обновить нижний вид магазина, посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, вот здесь остались хвосты от предыдущего дизайна, вот этот вот некий логотип, некий баннер. Здесь вот, смотрите, корзина продублирована слева и справа, то есть, ну, немножко внешний вид, видите, немножко подкачал. С чем это связано вообще принципиально? Это связано с тем, что каждый дизайн – это набор не только графических файлов, но также определенных дополнительных модулей, модулей, которые несут определенный функционал. Так как PrestaShop имеет модульную структуру, соответственно, можно инсталлировать или удалять различные модули. И в данном случае для дизайна вот это важно, да, то есть, вот, например, дизайн со слайдером с каким-то, как здесь, да. Слайдер – это отдельный модуль, который, собственно, реализует этот слайдер. И дизайн – это фактически архив, zip-архив с набором файлов, в том числе и с набором модулей, специфических модулей этого дизайна. Так вот, когда дизайн инсталируется, он автоматически устанавливает эти свои модули, он может деактивировать модули дефолтные, которые ему не нужны для работы. Их он деактивирует, свои модули активирует, и в случае, когда вы вот так вот несколько раз последовательно меняете несколько дизайнов, вы можете прийти вот к такому случаю, когда каждый последующий дизайн установил какие-то свои модули, активировал. Они накапливаются, не отключаются при переходе к следующим дизайнам, и это приводит к такой вот каше. То есть я хочу показать, как с этим можно бороться, как вручную можно разгребать вот эти вот завалы. То есть многих это отпугивает, потому что, ну, получается, не совсем как бы нажатием на кнопку, да, вы меняете тему. Здесь есть нюансы. То есть я на примере покажу, как это можно делать. Ну, для начала мы вернулись на предыдущий наш работающий дизайн. Сейчас мы попробуем установить новый дизайн. Посмотрим, что там может не получиться. Вернемся к предыдущему и посмотрим, как можно восстановить предыдущий дизайн. Установка дизайна делается достаточно просто. То есть мы переходим в раздел модули шаблоны. Здесь находим вот ссылочку установщик темы. То есть это все делается через админ панель. В принципе, можно делать это и по FTP доступу, но лучше делать через админ панель. Здесь нажимаем настроить. Выбираем файл. То есть у вас должен быть корректный файл дизайна. Так, новая папка на рабочем столе. Здесь я вот разместил дизайн, Blu-ray, тема. Он заархивирован в zip файл. И содержит в себе все необходимые графические файлы и все необходимые модули. Нажимаю открыть. И жмем кнопочку next. Жмем next. То есть здесь зеленая галочка. То есть все нормально. Дизайн соответствует версии нашего магазина. Потому что, в принципе, при значительной кардинальной смене версии магазина, например, при переходе с PrestaShop версии 1.3 на версии 1.4, дизайны могут быть несовместимы. Поэтому обычно дизайны совместимы с какой-то, ну, как это называется, с мажорной версией какой-то. Вот дизайны, например, для всей версии 1.4. Они там подходят и для 1.4.1, и для 1.4.2, и т.д. А вот для 1.3 они могут не подойти. Здесь все нормально. Жмем next. Здесь на следующем шаге пишется, кстати, вот какие модули. Модули добавляются в систему. Предлагается как-то сохранить конфигурацию. Жмем next. Вот пишется, какие модули были инсталлированы, какие модули были деактивированы при смене дизайна. Какие модули, наоборот, были активированы. То есть каждый шаблон дизайна, он включает, либо отключает свой набор модулей. И это, собственно, может приводить потом к дальнейшим проблемам. И жмем кнопочку finish. Жмем кнопочку finish, переходим опять в раздел шаблоны. Ищем здесь дизайн Blu-ray. Вот так он выглядит, видите. Выбираем его, нажимаем сохранить. Теперь переходим в наш магазин, обновляем его и смотрим, что у нас получилось. Так, а получилось у нас приблизительно то же самое. То есть, в принципе, дизайн у нас нормально сменился. Единственное, вот здесь вот некрасивая такая вот фишка. Остался вот этот баннер и логотип от предыдущего дизайна. Поэтому я сейчас покажу, как вручную можно эти дизайны править. Здесь же в разделе модули есть расположение модулей, ссылка. Переходим на нее. И здесь вот есть такой функционал, где, собственно, эти модули располагаются в свои блоки, так называемые хуки. То есть, каждая часть страницы соответствует определенному хуку. Например, есть хук правой колонки, хук левой колонки, хук центрального содержания страницы. И в эти хуки добавляются модули, которые потом у нас и наблюдаются. То есть, вот в левой колонке у нас наблюдается модуль личного кабинета, модуль каталога, модуль корзины и так далее и тому подобное. То есть, вот здесь мы можем, в принципе, добавлять либо удалять эти модули. Мы можем перемещать их простым перетаскиванием. Вот здесь вот даже смещать, то есть указывать, какой модуль будет выше, какой ниже. Но более наглядно это можно делать в разделе вот здесь, живой редактор. Нажимаем кнопочку. Смотрите, в живом редакторе мы как бы визуально видим, как у нас модули наши располагаются. Соответственно, здесь мы можем двигать, опять же, вот хватая за вот этот зеленый крестик, можем менять, смещать, перемещать модули. Например, вот так. Этот поднять выше, этот ниже. На корзинку нажимаем, мы можем удалять модули. Таким образом, это как бы реальный такой редактор, где мы можем править. Да, то есть здесь вот в центральной части можно тоже менять, смещать эти модули. Смотрите, вот эта вот картинка, да, картинка вот эта у нас осталась от предыдущего дизайна. Она нам не нужна. То есть ее можно удалить, вот нажав на вот эту корзинку. Так, что у нас тут еще? И здесь у нас еще вот этот остался баннер и логотип некрасивые, да? В данном случае баннер и логотип размещаются в верхней части, которая здесь в визуальном редакторе не подлежит редактированию. Поэтому мы здесь сохраняемся. Визуальный редактор закрываем. Здесь если мы обновим, мы увидим сейчас, что вот эта картинка с девушкой пропадает. У нас остается слайдер именно с нового дизайна. И теперь при помощи вот этого более, скажем так, полного функционала мы сейчас найдем и устраним вот этот наш некрасивый баннер. Он находится у нас в верхней части страницы. Топов пейджис, вот этот вот хидер логос, насколько я помню, это и есть вот этот вот баннер с картинкой. То есть его здесь опять же можно удалить. Модуль удален. Давайте обновимся. Все отлично, видите? То есть теперь дизайн уже приобрел знакомые очертания. То есть то, что нужно, например. Ну вот здесь, например, чтобы вот эту кнопочку оставить в самом низу, как она была, то есть вот этот блок со скидками нужно приподнять и поставить его за последними покупателями. То есть это опять же можно сделать двумя способами. Либо в живой редактор, либо заходим в хук, левая колонка и смотрим. Смотрим, что нам нужно. Блок со скидками поставить после последних покупателей. Блок последних клиентов. LiveChat это как раз модуль, который выносит вот эту вот кнопочку. Можем просто сдвинуть LiveChat в самый низ. Сдвинули в самый низ. Обновляем. Вот смотрим, друзья. То есть кнопочка наша переместилась туда, куда мы и запланировали. То есть вот при помощи вот этого функционала мы можем двигать так или иначе все наши модули. И соответственно подгонять дизайн под наши требования и убирать какие-то вот нехорошие хвосты. То есть здесь я достаточно простенький вариант показал. Вот если бы накопилось несколько таких установок дизайна, здесь конечно могла быть такая достаточно сильная перекоса. Но, например, чтобы вернуться нам опять к предыдущему шаблону, переходим в шаблоны. Вот этот у меня стоял альтернативный. Сохраняем, обновляем. Так, смотрите, что у нас. Вот опять появилась куча некрасивостей. Вот этот вот личный кабинет всплыл, которого не было. Вот этот вот слайдер остался, которого не было. Соответственно у нас нет баннера и логотипа, который мы удалили вручную. То есть в общем опять получилось некрасиво. Попробуем это все исправить. Опять идем в расположение модулей. Можно попробовать через живой редактор, это проще. Так, что нам нужно? Закрываем вот этот личный кабинет, он нам не нужен. Закрываем слайдер, он нам не нужен. И сохраняем. Обновляем, смотрим, что получилось. Так, тут у нас сместилось все наверх, да, потому, почему? Потому, что у нас отключился модуль, который выводил баннер и вот эту девушку, которая была. Сейчас мы его попробуем вернуть на место. Для этого можно, опять же, воспользоваться вот этим функционалом. То есть нам нужно расположить модуль. Модуль назывался, насколько я помню, header.logos, а разместить его нужно в hook top of pages, да. То есть мы выбираем из списка. В этом списке представлены все модули, которые инсталлированы в вашей системе, да, в вашем магазине. А здесь все хуки, которые имеются. То есть вот он был в хуке top of pages. Выбрали этот header logos, нажимаем сохранить. Модуль перенесен. Давайте обновимся, посмотрим, что у нас получилось. Так, смотрим. Добавился, да? Логотип добавился и баннер добавился. Теперь у нас осталась еще отсутствует девушка. И у нас здесь вот почему-то две вот этих вот строки поиска. Я вот здесь оставил специально предыдущий вариант, да, чтобы посмотреть, как у нас это все выглядело. Давайте сравнивать. То есть вот этот верхний поиск нам не нужен. Его нужно отключить. А здесь нужно добавить вот эту вот девушку. Правда, честно говоря, я не помню, в каком она там стояла модуле. Но ничего, сейчас мы это найдем. Так, попробуем через редактор. Но через редактор, наверное, вот этот поиск не удаляется. Поэтому поиск нужно лезть, опять же, удалять вручную. Блок быстрого поиска. Вот этот блок быстрого поиска. Мы его сейчас удаляем. Обновляемся. Так, то, что нужно. Отсюда ушло. Сюда пришло. Осталась опять же девушка. Ага, девушка и корзина. Где наша корзина? Ага, вот корзину нужно перетащить сейчас сюда наверх. Перед каталогом поставить. Смотрим. Это у нас левая колонка. То есть корзину нужно поставить перед категориями. Вот сюда перетаскиваем. Обновляем. Так, теперь уже ближе к делу, да? Так, а вот как звали девушку? Сейчас будем вспоминать. Можно перейти в модули еще. Модули для фронт-офиса. Ага, вот он, да. Как раз он назывался. Блок-эт-хоум. Девушка называется. То есть теперь мы знаем название. Переходим в расположение. И нам нужно расположить этот модуль заново, потому что мы его убрали из расположения. Ищем. Хоум-адвертайзинг, по-моему, он назывался, да? А хук... Хук... По-моему, хоум-пэйдж-контент. Это содержание страницы. Если мне не изменяет память. Давайте обновим. Да, все верно. Ну, девушка добавилась вниз. Сейчас мы ее перетащим туда, куда она должна была, да? Ищем вот этот хоум-пэйдж-контент хук. Вот хоум-адвертайзинг стоит в самом низу. Просто передвигаем его наверх. Обновляемся опять. Все, мы вернули фактически наш предыдущий вариант. Ну, не совсем, да? То есть вот здесь добавился еще блок с подпиской на новости. Его не было. То есть сам дизайн при установке проинсталлировал еще определенные модули. Его можно просто удалить. Из левой колонки блок новостей. Удаляем. Он мне здесь не нужен. Обновляемся. То есть, как видите, в принципе, все проблемы можно решить. Конечно, это не так просто, скажем, как на том же движке блога WordPress. Там дизайн установили. Установили второй, третий, четвертый. И, в принципе, без проблем можно переключаться. Возвращаться к предыдущему. Переходить к новому. Здесь, видите, могут быть сложности. Конечно же, это связано с тем, что движок интернет-магазина намного сложнее, чем движок блога. И здесь есть нюансы. Но, тем не менее, при помощи вот этого функционала расположения модулей, все эти проблемы можно решить и расположить все красиво. В результате получить какой-нибудь такой красивый, шикарно выглядящий магазин. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. До новых встреч в следующих уроках.